Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, я думаю, надо задать главный из них. Задавайте. Кому выгодно закрытие ССЛ-парк? Тем же соседям и адвокатам. Почему им выгодно? На протяжении многих лет береговая линия реки Чиган протяженностью 150 метров и прилегающая к ней территория до границ их госактов были самовольно ими захвачены. Конечно же, не хотелось терять эти привилегии. Они до сих пор незаконно удерживают большую часть территории, а Акимат не сможет долго закрывать на это глаза. Так данный факт стал достоянием общественности. Правда, что адвокаты Клюнина выражают чаяние всего региона и города Уральск? Да нет же. За ними стоят всего несколько человек. В основном это родственники и несколько соседей. Родственников у них мало, соседей и того меньше. Другое дело, что под фейковыми аккаунтами они создают видимость массовости. Наоборот, многие соседи парка выстроили добрососедские отношения с администрацией парка и получили эксклюзивное право посещать парк на безвозмездной основе. В чем незаконность строительства парка, по словам адвоката? Верховный суд по иску тех же соседей отменяет постановление Акима города из-за того, что в выделенный для парка участок вошли земли, самовольно захваченные этими же соседями. Это является единственной причиной отмены решения о выделении участка. Тот же Верховный суд выносит определение, в котором черным по белому прописано, что никакого изъятия или сноса из решения суда не вытекает, а Акиматам должно быть принято новое решение с учетом недопущения прежних ошибок. На основании каких документов построен парк? Протокольным решением от РКС от 2019 года, архитектурно-планировочным заданием, талонным уведомлением о начале строительства, рабочим проектом, экспертными заключениями, согласование ЖЭК Каспийской водной инспекции. Продолжение следует...